Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о том, как в садоводстве и огородничестве можно использовать кожуру банана. Конечно, закапывать целые бананы под растения – это кощунство, хотя бы потому, что это важный, ценный продукт питания. Даже если бананчики вот такие, уже темненькие, в полосочке, и сердцевина еще нормальная, из них можно испечь банановый хлеб, банановый кекс, приготовить сырники с бананами, что угодно, если не использовать их в свежем виде. Поэтому использование печени, бананов, еще чего-то для подкормки растений – это, конечно, кощунство, это неправильно. Знаете, раньше кусочек хлеба ценили, сейчас люди уже, наверное, объелись и как-то стали менее уважительно относиться к продуктам питания. Но сейчас не об этом. Сейчас о чем? О том, что кожура бананов и сами бананы бывают трех типов. Это зеленые, недозрелые бананы, это бананы в полной спелости с желтой кожурой, и это бананы вот с такой вот темной, в пятнах и точках кожурой. Вопреки расхожему мнению, вот эти вот пятна, точки, черные полосы не являются признаками какого-то бактериального или грибного поражения. Это саморазрушение кожуры, это процессы, которые обусловлены созреванием. Никакого микробного процесса, брожения, плесневения или еще чего-то здесь нет. Если сердцевинка в порядке, то и сам весь банан в полном порядке. Процессы, которые происходят на кожуре бананов, когда она темнеет, сродни тем, которые происходят при превращении зеленых листьев чая в черный чай, или же, если знаете, такие груши гнилуши, старорежимные сорта, у них серединка размягчается, темнеет и делается такая стерпкой и невкусной, делается сладкой, такой полужидкой и вкусной. Вот тот же самый процесс происходит с бананами. Он называется ферментация. Из чего состоит кожура бананов? Главным компонентом кожуры бананов является, конечно же, целлюлоза. Целлюлоза является важным источником углерода для многих почвенных микроорганизмов, в том числе для таких ценных, например, как триходерма. Поэтому обогащение почвы триходермы и одновременное внесение туда целлюлоза содержащих продуктов, в том числе кожуры банана, является очень и очень благоприятным. Второй компонент, который находится в кожуре бананов, с внутренней стороны, находится достаточно богатый сахарами и крахмалом слой, который является гораздо более быстрым и легким источником энергии для более широкого спектра, в том числе полезной микрофлоры, почвенной полезной микрофлоры. Поэтому самый простой способ использования любого из этого типа шкурок от бананов, это просто их закопать в землю, можно измельчать. В случае, если вы готовите почвенную смесь для высаживания растений или рассады, в этом случае примерно 10% по объему вот этих шкурок вы можете использовать. Для подмешивания в почвенную смесь это будет очень хорошо. Если же вы хотите использовать ее в огороде, эту кожуру, вы можете ее попросту закомпостировать, бросить в компостник, либо же взять лопаточку и подкопать, будь то под растения томатов, перцев, баклажан, капусты, или под кусты смородины, или куда-то еще под розы, лилии и прочие-прочие растения. Везде эти шкурки бананов будут весьма и весьма хороши. Но это что касается самого простого способа использования шкурок бананов. На самом деле шкурки бананов не так просты. В их состав входит значительное количество танинов или дубильных веществ. Танины обладают известным антибактериальным и антифунгальным свойством. Именно поэтому, не потому что бананы обрабатываются какими-то фунгицидами и пестицидами очень сильно, вовсе не поэтому никакой пестицидной обработки бананы, которые продаются в магазинах, не подвергаются. Это неправда, это расхожее мнение. Они дезинфицируются совершенно иначе. Они скорее будут дезинфицироваться перекисью водорода или какими-то перекисными соединениями, но не жесткими фунгицидами синтетическими. Это уже теперь и в заграницах, и у нас все запрещено. Не портятся эти бананы сверху именно благодаря высокому уровню накопления танинов в их кожуре. Танины исторически использовались для предохранения различных скоропортящихся, в том числе белковых продуктов. Но не зря они называются дубильными, потому что они использовали в свое время для дубления кожи, то есть придания ей антисептических свойств, чтобы она не портилась. Поэтому добыть эти таниновые вещества из кожуры бананов для использования в защите растений является очень и очень правильным делом. Чем больше созрели бананы, тем менее активны там дубильные вещества. Дубильные вещества могут быть бесцветными, а могут окрашиваться в коричневый цвет. Они вообще склонны к конденсации, окислению, каким-то превращением и так далее, и так далее, эти дубильные вещества. И поэтому они в процессе хранения бананов меняют свой цвет, именно потому что в процессе хранения клеточки бананов разрушаются, высвобождают ферменты, которые окисляют эти дубильные вещества, и они приобретают здесь коричневый цвет, происходит так называемая ферментация, преобразование дубильных веществ. Но самое ценное дубильное вещество содержится в кожуре зелёных бананов. Именно они очень активны. Ну, это правильно, потому что по мере того, как плод созревает, природа, сама природа приспособилась, пока банан зелёный, его ещё никто не должен съесть. В диких бананах они наполнены семенами. А его и не съест, и не грибок, и не бактерия, и не животное какое-то, да, не птица. А уже по мере созревания здесь семена должны освободиться, здесь уже должны происходить биологические процессы разложения этой кожуры, уже птичка должна безобидно его съесть, переварить, и семена где-то улететь, оставить в другом месте. Поэтому это нормальный, естественный процесс. И именно в зелёных бананах, как я уже сказал, дубильных веществ очень-очень много. И именно кожура зелёных бананов обладает наибольшими антисептическими свойствами. Второй компонент, антипитательный компонент, а также компонент, который очень хорошо помогает справляться не только с болезнями, но и с некоторыми вредителями. Это тоже естественная защита бананов. Это сапонины, такие мылкие вещества, которые могут давать пену, поверхностно-активные вещества, сапонины. Их тоже наибольшее количество в зелёных бананах, пока они ещё не полежали, пока там не особо что-то начало разрушаться. Поэтому, если взять кожуру от одного банана, меленько-меленько его ножничками, ножиком порезать и залить одним литром воды, то есть на одну кожуру среднего банана, один литр воды, вот в такой пропорции. В этом случае в течение суток необходимо настоять, заливать лучше всего горячей водой, кипятить не нужно, оставить в течение суток, не допускать никакого брожения, чтобы там никаких процессов не происходило. И через сутки использовать вот эту воду для полива растений с целью профилактики корневых гнилей, различных грибных и бактериальных инфекций, а также для опрыскивания. Очень хорошо такой банановой водой из зелёных бананов, из кожуры зелёных бананов, поливать растения рассаду против чёрной ножки. Такие профилактические проливы нужно проводить примерно каждые 7 дней в течение роста рассады, в её критические периоды, тогда, когда она легко заболевает чёрной ножкой и всевозможными гнилями. Также очень хорошо делать такие проливы, питуньи, хорошо делать такие проливы, ну буквально всех растений, капусты от корневых гнилей и так далее, в периоды критического роста развития. То есть, когда, например, холодная погода, дожди идут, когда корневая система подвержена различным стрессам и, как следствие, атакам, возбудителям болезней. Что касается жёлтых бананов, то они в большей степени обладают стимулирующим действием, а также их отвар точно такой же пропорции может использоваться для создания конкурентной среды на поверхности листьев с целью профилактики заболеваний. Ну, это их главная функция, но какое-то количество дубильных веществ и сапонинов активных в ней ещё остаётся. Поэтому можно сделать раствор из пяти шкурок бананов, залить их тремя литрами воды, то есть, видите, уже немножечко покрепче можно сделать раствор, залить горячей водой, настоять и опрыскивать растения с целью профилактики заболеваний в течение, ну, каждые 10-12-14 дней, в зависимости от того, насколько опасна, велика опасность возникновения бактериальных и грибных инфекций. Что касается вот кожуры, вот такой вот, которая уже начала ферментироваться, а также высушенной кожуры, то её очень хорошо использовать также в пропорции 1 сухая или мокрая шкурка на 1 литр воды, проварить в течение 10 минут, добавить туда немножечко хозяйственного мыла из расчёта 100 грамм на 10 литров и опрыскивать растения также в качестве профилактики от болезней, а также от паутинного клеща. Это очень-очень хороший рецепт. Помните, что очень хорошо высушивать или замораживать эту самую кожуру. Если вы замораживаете зелёную кожуру, то в этом случае у неё остаются все свойства зелёной кожуры. То же самое касается и жёлтой кожуры. Если вы замораживаете или же высушиваете любую вот из этих вот типов кожуры, то есть замораживаете ферментированную или высушиваете зелёную, жёлтую или уже ферментированную, то она уже превращается только в ферментированную кожуру. Именно в таком порядке её надо использовать. И напоследок вам скажу, что банановая кожура, зелёная, жёлтая или вот такая вот уже тёмная ферментированная, содержит в своём составе один очень-очень важный фермент. Он называется ликаза. И этот фермент способен уничтожать, разлагать остатки всевозможных синтетических пестицидов, различных вредных веществ, вплоть до нефтепродуктов, которые попадают в почву. Поэтому накапливание кожуры и внесение её в теплицы, в те гряды, где вы используете, возможно, химически синтезированные пестициды, является очень-очень важным. Поэтому употребляйте бананы в пищу. Они являются важным источником полезных веществ для нас, а также важным источником полезных веществ для растений. Подробно обо всех этих способах использования кожуры в письменном виде вы сможете прочитать в мартовском номере журнала «Урожайные сотки». Те, кто не подписался, подписывайтесь. Если вы хотите получить только этот журнал, можете подписаться на один номер, можете подписаться на все номера, начиная со следующего месяца, либо можете приобретать отдельные номера на сайте компании-издательства «Красика Принт». Легко найти в интернете. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!